Почему опадают бутоны у орхидеи? Основные причины сбрасывания Орхидея представляет собой красиво цветущие растения. Культура пользуется у цветоводов большой популярностью. Однако иногда при выращивании цветка возникают различные проблемы. Многих интересует, почему опадают бутоны у орхидеи. Основные причины опадания бутонов В норме растение цветет 3-4 месяца, затем 2-2,5 месяца наблюдается перерыв, а потом снова появляются бутончики. Однако иногда они начинают сразу вянуть и опадать. При этом могут желтеть листья и появляются другие проблемы. Так почему у орхидеи засыхают нераспустившиеся бутоны и что делать в такой ситуации? Цветущая орхидея представляет собой красивое декоративное растение. Одной из основных причин проблем считается естественное старение. В природе орхидея способна жить около 70 лет. Растение представляет собой долгожители. Однако комнатные цветы обычно живут не больше 7-15 лет. К сведению, через 5 лет есть риск, что орхидея уже не сможет цвести. При этом цветоносы появляются, образуются бутоны, однако они не могут распуститься и практически сразу же опадают. В такой ситуации ничем помочь культуре нельзя. В остальных случаях необходимо изменить уход за цветком. Неправильный полив, недостаток или избыток влаги негативно влияет на состояние корней. Они начинают засыхать и гнить. При этом живых корешков становится все меньше и потенциал растения уменьшается. Рано или поздно приходит момент, когда оставшиеся корни не в состоянии обеспечить все фрагменты культуры влагой. В такой ситуации культура может скидывать цветы. Нередко желтеют стрелки и вянут листья. Для полноценного цветения культуре нужен качественный полив температуры в комнате, если орхидея набрала бутоны, но при этом они не распускаются. Причиной может быть неправильный температурный режим помещения, повышения или снижения показателей. Учитывая экзотическое происхождение, культура требует достаточно высоких параметров. Для разных сортов орхидеи характерны свои температурные показатели, при которых растение испытывает дискомфорт. Так, фаленопсис нуждается в температурном диапазоне 14-40 градусов. При переохлаждении или перегревании культуры могут отваливаться самые нежные части растения – цветы и нераскрытые бутоны. Перегревание представляет собой тепловой удар или солнечный ожог. Зимой растение может сталкиваться с негативным влиянием источников отопления. Летом культура может получить ожог из-за воздействия прямых солнечных лучей. В таком случае испарение влаги выше, чем ее поступление. Как следствие происходит обезвоживание куста. При этом бутоны могут засохнуть, что влечет их опадение. Обратите внимание, куст может переохладиться вследствие проветривания, перевозки, воздействия кондиционера. В такой ситуации наблюдается увядание цветоноса и развитие патологии корней. Резкое переохлаждение часто возникает после купания, полива, опрыскивания. В жаркую погоду культура может пострадать, а полива слишком холодной водой. Недостаток освещения в осенне-зимний период серьезно сокращается продолжительность цветового дня. В это время становится актуальным вопрос, почему же опадают цветы у орхидеи и что делать в такой ситуации. Ответ достаточно прост – обеспечить растение дополнительными источниками освещения. Длительность цветового дня должна составлять минимум 12 часов в день. При этом растение с распустившимися цветами не страдает от недостатка света, а вот бутоны в такой ситуации могут не раскрыться. Летом важно помнить, что прямые лучи солнца способны опалить нежные цветы. Важно! Иногда опадают бутоны у орхидеи вследствие соседства с определенными растениями или плодами. Негативное влияние на цветок оказывают орехи, яблони, помидоры, бананы. Для пышного цветения культуре требуется много света варианта обработки цветка. Чтобы справиться с проблемой, нужно понять, почему орхидея сбрасывает бутоны и что делать в этом случае. Если цветы осыпаются вследствие грибковых инфекций, можно применять фунгициды. Также допустимо использовать органические соединения и народные рецепты. Химические средства – такие средства помогают быстро добиться хороших результатов. Их можно разделить на 4 класса опасности. Вещества рекомендуется применять строго по назначению, четко придерживаясь дозировки. В ративном случае химия навредит и растению, и человеку. К наиболее популярным средствам для обработки орхидея относятся – фитовером Актара, Танрия, Конфидор. Более эффективными, но и достаточно вредными считается Карбофос, Актелик, Вертимек. Чтобы справиться с грибками, можно использовать фитоспорин. Его допустимо применять в профилактических целях при пересадке культуры и последующей обрезке растения. Помимо этого, существует много биологических средств для защиты цветов от насекомых. Культура не накапливает вредных средств. При этом у паразитов не развивается устойчивость к ним. Помимо этого, подобные вещества повышают иммунитет орхидеи. Цветоводы советуют применять Немабак, Бекол, Вертицеллин. При развитии болезней или атаках вредителей применяют химические средства. Народные средства лечения, если не хочется использовать. Химические средства. Стоит попробовать народные рецепты. Мыльный раствор. Для этого к 1 литр воды стоит добавить 1 стакан. Ложку жидкого мыла. Полученным составом нужно обработать листья и стебли. Также можно воспользоваться обыкновенным средством для мытья посуды. Табачная настойка. На 1 литр воды следует взять 40 грамм табака, измельченного, до состояния пыли. Настаивают средства в течение суток, после чего процеживают и опрыскивают им цветок, настой лука. Овощ нужно измельчить до состояния пюре и смешать с 1 литра кипятка. Настаивать им часов и обработать листвой стебли. Делать это нужно 3-4 дня подряд. Сушеные корки цитрусовых. Взять 100 грамм сырья, залить 1 литр воды, настаивать 2-3 дня. Полученным настоем опрыскивать растение раз в неделю. Обратите внимание, чтобы обеззаразить грунт и листья, можно воспользоваться перекисью водорода. Применять средства следует умеренно, чтобы растение не начало вянуть. Правильное цветение орхидеи. Чтобы орхидея пышно и обильно цвела, ей нужно обеспечить полноценный качественный уход. Зимнее цветение нужно поддерживать с помощью подсветки. Это стоит делать как минимум 3-4 часа. По вечерам, летом цветущее растение стоит защищать от прямых солнечных лучей. Вместо подоконника цветок можно разместить на полке около окна или поставить на стол в центре комнаты, чтобы защитить орхидеи от источников. Отопление. Стоит поднять горшки на подоконнике. Для этого следует использовать полки или подставки. Также можно прикрыть батарею влажным полотенцем. Если бутоны не распускаются вследствие низкой влажности, стоит использовать бытовой увлажнитель. Также можно систематически опрыскивать помещение теплой водой. Можно разместить цветок около лотков с влажным керамзитом или галькой. При этом корни растений не должны касаться воды. Во время образования цветоноса количество поливов нужно сократить. Когда цветы начнут распускаться, можно вернуться к обычному режиму. Это помогает избежать обезвоживания, особенно в жаркую погоду. Подкармливать растения удобрениями рекомендуется во время закладки развития цветоноса. В период распускания цветов вносить под кормки бесполезно. Это никак не скажется на размерах и количестве бутонов. Чтобы растение пышно цвело, ему нужен качественный уход. Цветение культуры зависит от множества внешних факторов, влаги, температурных параметров, солнца. При этом большое значение имеет и уход за растением. Уход за цветком в дальнейшем. Чтобы растение нормально росло и развивалось, ему нужно обеспечить полноценную освещенность, хороший режим полива и оптимальные температурные условия на уровне 22-26 градусов. Потребность в увлажнении определяет по наличию или отсутствию конденсата в горшке. Поливать культуру стоит путем погружения емкости с цветком в отсуду, наполненную водой. Воздух вокруг растения следует увлажнять при помощи пульверизатора. Параметры влажности должны составлять 45-60%. Важно! Если растение нормально цветет и сохраняет свою декоративность, не стоит перемещать его в другое место. Это станет стрессом для культуры и приведет к падению бутонов. Полноценный уход за растением невозможен без своевременного внесения удобрений. Орхидеи нуждаются в откормке в период активного роста и выброса цветоносов. Рекомендуется применять специальное удобрение для цветущих культур. Нужно замочить цветок в горшке в воде, добавив в нее концентрированный состав. Через 10-20 минут растение необходимо вытащить и слить избыток жидкости. Процедуру стоит проводить каждые две недели. Орхидеи представляют собой прекрасные декоративные растения, которые при правильном уходе отлично цветут. Чтобы культура нормально росла и развивалась, ее нужно грамотно поливать и подкармливать. Немаловажное значение имеет защита растения от болезней и вредителей.